Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Кутербургу. Очень повезло мне, конечно, я считаю, что я живу в этом городе. Ну, начали. Так, английская набережная 32, здание коллеги иностранных дел. В начале 18 века на этом участке английская набережная стояли два дома. Одним из них владел генерал-майор Александр Васильевич Урусов. Другим князь Александр Борисов Куракин. К середине 18 века оба дома уже принадлежали к князю Куракину. Для него по проекту архитектора Михаила Башмакова старые здания были перестроены в один большой дворец в стиле барокко. Затем князь Урусов умер. Дом перешел его к сыну Борису Александровичу. После смерти сына Куракина в 1764 году здание перешло в казну. Здесь разместили коллеги иностранных дел. Была сделана перепланировка Александром Францевичем Вистом, архитектором. Ну, и после приезда знаменитого зодчего в Петербург Джакома Кваренге ему было поручено создание проекта полной перестройки дома. Екатерина вторая в целом приняла проект, сделав лишь, в общем, несколько замечаний. В 1817 году здесь уже в коллегию иностранных дел прибыл на службу 18-летний Александр Сергеевич Пушкин. Вместе с ним здесь же начали свою карьеру сокурсники Кухельбекер, Горчаков, Корсаков. В этом же году сюда поступил Александр Сергеевич Грибоедов. К моменту прибытия в коллегию Пушкина ей руководили два статус секретаря. Карл Васильевич Меселероды и Иван Антонович Каподистрия. Кстати, в 1822 году сюда же на службу вступил Федор Иванович Кютчев. Вот какое, какое месо, да, какие здесь титаны находились. В 1828 году коллегии иностранных дел было переведено в новое здание на дворцевой площади. Это здание генштаб и помещение на английской набережной заняли члены генерального штаба. В 1832 году дом был перестроен только что созданной императорской военной академией. Было несколько перестроек, различные строительные работы. Кстати, здание было оборудовано воздушным отоплением, залы старались просторными, приобрели нарядный вид. В 1903 году академия переехала в новое здание, построенное для нее на Преображенском плацу Суворовск-32. И здесь разместился отдел военных сообщений генерального штаба. Ну вот примерно такая история. В 1917 году здание оставалось в распоряжении военного ведомства, но в 1935 году было взято под охрану государства как артурной память. Во время Отечественной войны дом серьезно пострадал, в него попалось 7 артиллерийских снарядов. Но после войны начались восстановительные работы, фасад здания был восстановлен по чертежам Кваренги. Вот примерно все о доме на английской набережной 32 здание коллеги иностранных дел. Данные я брал как из википедии, так и с сайта citywalls.ru. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня я вас познакомил немножко со зданием коллеги иностранных дел. Английская набережная 32. Мой городок Петербург называется. Все, пока-пока, до свидания.